Сегодня в программе. В ком говорит испорченный желудок, тому недоступна радость жизни, так говорил Ницше. О том, как правильно питаться, чтобы самим себе не омрачить жизнь, нам расскажет диетолог Ольга Зайкина. Сонный паралич и галлюцинации. Вы проснулись, но не можете пошевелиться. И на вас с потолка ползёт огромная змея. Это страшнее, чем в самом страшном ужастике. И это не белая горячка, это симптомы редкого заболевания, о котором нам расскажет врач Роман Бузунов. И в рубрике «Физкульпросвет» нас ждёт физическая разминка, которая быстро вернёт силы и бодрость. Россияне в последние годы к еде относятся достаточно серьёзно. Это хорошо. Плохо только то, что эта серьёзность носит эпизодический характер. И серьёзность очень часто сменяется небрежностью. Особенно характерна небрежность питания для мужчин. Бежит, перекусит на ходу, не задумываясь, наестся перед сном. Потом вспоминает, что неплохо бы поддерживать мускулатуру и выглядеть стройно подтянутым. Начинает либо посещать фитнес-зал, либо делать домашние силовые упражнения. Соответственно, увеличивает белковый компонент. Потом опять всё это бросает. Женщинам свойственно другое. Вот надо похудеть, села на диету. Причём диета берётся из журнала или какой-нибудь переписанной отруб, на которой сидит подружка. Потом с диеты срываются. На смену этому приходит равнодушие к еде. В результате получаются качели. Сбросила вес, набрала вес. Сбросила вес, набрала вес. Такие качели в весе и объёмах крайне неполезны. Особенно для женщин. Эти качели потом очень плохо отзываются в период премиона паузы и менопаузы. Организм зловредный, он же всё помнит. Как этого избежать и как приобрести правильные привычки? И как ввести в свои правила ежедневные, вот как режим дня, как чистить зубы, всё, что относится к еде? Наверное, сейчас, когда люди такие занятые, такие тяжёлые, такие разнообразные работы, нужно основную, правильную, сбалансированную еду вводить тогда, когда у человека есть время. Это либо утром, но еда должна быть предельно простой, чтобы успевали на работу, чтобы это было не в ущерб следующему распорядку дня. И вечером, хотя на ночь наедаться вредно. Я от души советую завтраки, даже если есть, очень не хочется, завтрак вводить. Сделать его лёгким, но сбалансированным. Сделать какой-то напиток, чай, кофе, какао. Ну, если кто-то пьёт утром молоко, совсем хорошо, но это делают далеко не все. И ввести что-то калорийное, избалансированное. Лучше всего мюсли. Если мюсли откровенно не любите, то какой-нибудь крекер, печенье. Не бойтесь утром углеводов, простых углеводов. Не бойтесь утром сахара. Эти простые углеводы, сахароза, глюкоза, фруктоза, это всё вам днём пригодится. Лучше всего, если утром входят каши. Запаренная овсянка. Сваренный с вечера рис. Утром варить его некогда. Замоченная и запаренная с вечера гречка. Гречку и овсянку лучше не варить, а именно запаривать. Заливать кипятком и держать в тёплом месте, накрытыми крышкой. Крупы доходят сами таким образом. Каши можно и с молоком, и с сахаром. Можно просто пустые заваренные крупы, что диетирующие дамы делают. Это невкусно. Поэтому таким кашам обязательно понадобится небольшая вкусовая добавка. Лучше всего это маленькая ложечка ароматного варенья. Вы не так уж потратитесь на углеводы. Можете даже их не вводить в счёт, дневной колораж. Но это будет достаточно вкусно. И потом часто принято завтрак для всей семьи. И здесь хорошо подходят и мюсли, и хлопья, и каши. Если нужный человек, он работа физическая, и у него не будет возможности перекусить несколько часов, тогда можно ввести что-то более существенное. Сыр, отварное мясо. Конечно, отварное мясо лучше колбасы и лучше сосисок. Но если нет такой возможности, то сосиски. В сосиске этот продукт идёт с большим высоким содержанием жира. Поэтому считайте по жиру в день. Если женщина сидит на диете, пусть учитывает содержание жира в сосисках, сардельках, колбасных изделиях. Завтрак должен давать довольно долгий эффект насыщения. И часов до 12, до полдня не должно возникать никакого желания перекусить. Да, собственно, когда интенсивная работа, такого желания не возникает. Когда возникает лёгкое чувство голода, но это ещё не время обеда, тут на помощь приходят многочисленные йогурты, которые широко рекламируются. И, надо сказать совершенно справедливо, йогурт способен забить голод. И способно забить голод лёгкое чаепитие или кофепитие в рабочих условиях, с небольшим перекусом в виде крекера, в виде маленького бутерброда. И в дневной перекус лучше вводить фрукт. Или делать ещё дополнительный перекус отдельно с фруктом. Фрукт – это должен быть не обязательно фрукт. Это может быть и овощи, это может быть и огурец, это может быть и очищенная морковка заранее приготовленная, и это может быть капустный лист. Лучше всего фрукты жевать медленно, так они дольше дают эффект насыщения, потому что сами фрукты и все перечисленные овощи – это не длительный эффект насыщения, а длительный эффект насыщения дают бананы. Обед обычно случается в 2-3-4 часа дня, и обед лучше давать полноценный. Если есть возможность пойти в столовую, или если есть обеды на предприятии, в офисе, в организации, где вы работаете, лучше, чтобы они были из 4-х блюд. Закуска – салат из овощей и фруктов, суп или вместо супа может быть сок. Отлично, заменяют супы и томатный сок. Дальше второе блюдо – рыба, птица или мясо с гарниром. Те, кто придерживается раздельного питания, то гарнир должен быть из зеленых фруктов и овощей. Те, кто придерживается смешанного, нормального, традиционного питания, то рыба, птица, мясо вполне могут сочетаться и с крупяными гарнирами, и с картофелем. Также во всех случаях можно ввести в качестве гарнира бобовые. Лучше всего зеленый горошек и молодая консервированная кукуруза. Лучше не заканчивать сразу обед фруктом, лучше съесть его потом. Фрукт немножечко во времени оттащить. Разумеется, в обед должно быть достаточное содержание жидкости, иначе будет хотеться пить. Жидкость до обеда лучше выпить минут за 20. Вода, минеральная вода. Разбавленный сок, но не калорийный. Кто сидит на диетах, калорийность сока нужно учитывать, а калорийность там варьирует от 40 до 60 килокалорий. Это достаточно много. После обеда, если есть желание попить, лучше это делать через час после обеда. Почему? Чтобы не разбавлять желудочный сок. Обед должен быть бодрящим. Большое количество еды или еда с высоким процентом жиров неизбежно действует как легкое снотворное. Этого днем не должно быть. Еду, от которой хочется спать, лучше поставить на вечер. Неплохо, если у вас в течение дня вписывается полдник. И лучше, если этот полдник будет горячим. Если это будет чай, кофе. Сейчас в моду вошли кисели быстрого приготовления, потому что до ужина еще далеко. И вот на полдник тоже хорошо вписывается банан. Часто делают такую ошибку во всех организациях, устраивают полдничные чаепития, устраивают такие файфоклоки, которые по калорийности равны обеду. Кто-то принесет тортик, кто-то испечет пирожков. Это нехорошо ни мужчинам, ни женщинам. Мужчинам лучше, если это что-то с орехами. Это сухофрукты с орехами. Если не любят совершенно сладкого, то оставить на полдник какой-нибудь кусочек мяса от обеда. Просто его отложить на полдник. Просто разбить обед таким образом, если не едят сладкого. Или оставить овощи, они не сладкие. Женщины, которые к сладкому больше имеют склонности, в полдник можно ввести кусочек шоколада. Вот здесь шоколад вполне вписывается. Но именно кусочек, именно квадратик, а не полплитки. Очень рекомендуют студентам для перекусов Сникерса и Марса, где сочетание шоколада с орехами. Но вот для студентов мы их и оставим. Там они уместны, и там действительно интенсивная мозговая деятельность, и молодой возраст, когда все сгорит, и ничего не осядет ни в талии, ни в бедрах. Эти замечательные шоколадины и всякие вафли в шоколаде с большим содержанием орехов, они не очень-то хороши людям уже не юного возраста. Это и высокая калорийность, и высокое содержание масел. Орехи – замечательный продукт, придуманный природой. Но нельзя забывать, что калорийность орехов 600, 700, 800 килокалорий на 100 грамм. Поэтому орехи нужно считать поштучно. А если они входят в какой-то кулинарный продукт, салат с орехами, мясо с ореховым соусом, то, соответственно, считать, сколько добавили. Для полдника отлично идет мороженое, и тоже идут вполне йогурты. Ужин нужно давать с таким учетом, чтобы после ужина, во-первых, оставалось два часа, хоть как-то подвигаться этот ужин, растрясти. Во-вторых, чтобы ужин был не очень тяжелый. И в ужин зато можно вводить продукты, от которых хочется спать. Мед, молоко. Если утром молоко немножко рискованно вводить, его лучше давать в разбавленном виде с кофе какао, то ужин можно молока дать, просто стакан теплого молока. В ужин хорошо идут и легкие бобовые, тяжелые бобовые на ночь не надо. В ужин вполне идут кусочки мяса. И в тех республиках, где у нас виноделие, ужин отлично сочетается со стаканчиком сухого вина. Если ужина оказывается недостаточный, и перед сном, все-таки перед самым сном, вот уже почти лежа в постели хочется перекусить, то это только яблоко и больше ничего. Даже груша не совсем подходит. Лучше яблоко. Яблоко на ночь и доктор не надо. И на ночь не следует пить ни чая, ни просто воды. Внимание, дорогие! На сегодня общепризнано, что самое лучшее питание у японцев. Поэтому, видимо, они и живут дольше. Среди них самый высокий процент долгожителей. Что же они едят? Мяса в их рационе мало, молоко и молочные продукты они и вовсе не знали до недавнего времени. Полноценный белок они получают из сои. Японцы вообще не захламляют себя ненужными жирами и питаются в основном рисом, овощами, рыбой и морепродуктами. Они едят в 50 раз больше рыбы и морских гадов, чем, например, гурманы-французы. Калорийность дневного рациона в Японии в два раза меньше, чем в Европе. И еще японцы практически всегда не досаливают еду. А в Европе пример для подорожания итальянцы. Классика их кухни – спагетти из твердых сортов пшеницы, много овощей и фруктов, много чеснока и трав, мягкие сыры, белые и красные вина. Рыбу едят меньше, чем японцы, но очень любят всевозможных морских гадов – осьминогов, моллюсков, каракатис. Мясо едят мало, да и то только зимой. Когда ученые сравнили японскую и средиземноморскую диеты, то пришли к выводу, что обе диеты значительно снижают уровень холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но все-таки среди итальянцев меньше случаев внезапной смерти и нефатального инфаркта миокарда. Но в последние годы итальянцы сильно сдают свои позиции по здоровому питанию. Как показали исследования, среднестатистический итальянец ест слишком жирную пищу и злоупотребляет алкоголем. Как результат, треть населения имеет избыточный вес, почти 15% страдает тяжелым ожирением. Что касается алкоголя, то сейчас в Италии резко возросло число тех, кто ежедневно выпивает почти литр вина и более. А это считается чрезмерным даже в такой винной стране, как Италия. Сегодня мы поговорим о нарколепсии. Это первое заболевание, которое специфически было расценено как заболевание сна в международной классификации болезней. Оно сопровождается рядом симптомов, которые в историческом контексте очень, так сказать, трактовались, что это ведьмы, что это какие-то домовые демоны и так далее, и так далее. Я сейчас расскажу о симптомах, вы поймете, почему это так. Первое, это так называемые гипногогические галлюцинации или галлюцинации при засыпании. Когда человек с одной стороны чувствует, что он еще лежит в своей постели, в своей комнате, но сон уже начинает внедряться в действительность. То есть у него по потолку может ползти змея, может появляться какая-нибудь фея или еще что-нибудь. Причем эти образы внедряются в ту действительность, которую он тоже воспринимает. То есть фактически это и действительность, и сон одновременно. Конечно, если это трактовать не с научной точки зрения, а с точки зрения теологии, то есть науки, там о каких-то всевышних силах, то это можно там представить себе все, что угодно в плане этих образов. Но это специфическое расстройство сна. Второй симптом это так называемый сонный паралич. Когда человек просыпается, а подвигаться не может. Ну, кстати, между прочим, это и здоровые люди иногда испытывают, особенно тогда, когда накопился большой дефицит сна, и вот они легли спать. Пробуждение, и человек в сознании, то есть он все ощущает, он полностью понимает, что он проснулся, а тело абсолютно обездвижено. То есть такая очень пугающая ситуация, когда иногда порой до нескольких минут человек не может подвигаться, ну, представляете себе, а более того, это еще может сопровождаться и так называемыми вот этими галлюцинациями, да, то есть человек просыпается у себя в комнате, чувствует, что он проснулся, но двигаться не может, а сверху по люстре ползет на него змея. Да, ну и представьте себе ощущение этого человека. Да, конечно, это крайне пугающая ситуация, здесь, между прочим, даже у здоровых людей, как я сказал, это бывает. Что надо делать, чтобы выйти из состояния сонного паралича? Дело в том, что сохранены движения глаз, то есть глазодвигательная функция, то есть человек может двигать глазами из стороны в сторону. И в этой ситуации нужно просто начинать или, так сказать, смотреть вверх-вниз или крутить глазами, начинать после этого постепенно восстанавливаться мимическое, то есть или мускулатура лица, то есть нужно какие-то гримасы корчить, щеки надувать и так далее. И тогда человек гораздо быстрее может выйти из состояния сонного паралича и проснуться. Ну и гадюка заодно исчезнет. Да, то есть, и, конечно, если человеку не объяснить, что это за состояние, и у него будет периодически оно повторяться, то тут можно уж кому угодно и там и в Бога поверить, и в черта, и в демонов, и в кого хотите. Ну, в общем-то, еще раз подчеркиваю, это медицинское состояние, это болезнь. Следующий симптом это приступы дневной сонливости. Причем они совершенно непреодолимые. Есть такое одно интересное замечание, что если человек, вот допустим, не давать ему три дня поспать, то тогда можно понять, как себя чувствует пациент с нарколепсией днем. То есть, вот с точки зрения банального человека, но обычного человека, если мы испытываем какую-то сонливость, ну, мы можем с ней побороться, да, ну, если надо, да, а вот эти люди, они как бы не надо было, они не могут, и они в итоге засыпают. И порой их воспринимают как просто ленивых, как бездельников и так далее. Они часто социально дезадаптированы, потому что их с работы выгоняют, их из института выгоняют, потому что человек засыпает, допустим, на лекции, да, ну, что подумает преподаватель, что этот студент просто, понимаете, бездельник, ему нужно просто два балла поставить. А в общем-то, это болезнь. И еще один симптом, тоже весьма нехороший, это так называемая катаплексия или внезапная потеря мышечного тонуса, когда человек, ну, мышцы все мгновенно расслабляются. Причем это возникает часто после каких-то острых эмоций. Плач, смех, радость и так далее. То есть что-то человека удивило, и после этого он падает. то есть тоже весьма, скажем, опасная ситуация, потому что это может ведь за рулем автомобиля произойти, это может в транспорте каком-то произойти, человек может даже травмы получить какие-то при падении. Соответственно, вот эта катаплексия, это тоже состояние такое, которое дезадаптирует человека и мешает ему вести нормальную жизнь. то есть, еще раз подчеркну, это специфическое расстройство сна, которое проявляется и во сне, тогда, когда человек просыпается и видит, допустим, галлюцинации и не может подвигаться, но оно переходит и на день. То есть, ночью человек не может нормально спать, а днем он, наоборот, испытывает приступы тяжелой дневной сонливости, приступы катаплексии, то есть потери тонуса и падений. И часто это порой инвалидизирующее заболевание, ну, в плане, так сказать, социальной дезадаптации. Хотя сейчас достаточно большие успехи фармакологии в этом плане есть. И большинство из этих симптомов при должном лечении можно с ними справиться, назначая препараты, которые убирают и сонный паралич, и дневные атаки сна, и катаплексию. Хотя, конечно, мы не можем, опять же, вылечить человека от этого состояния, это хроническое состояние. Но при должной фармакологической поддержке раз, а второе, при объяснении самому человеку и его окружению, что это не просто ленивый бездельник, а что это больной человек, и что нужно над ним не смеяться, а помогать ему, можно, в общем-то, человека достаточно скомпенсировать и в социальном плане тоже. Конечно, нужно специфически выбирать профессии, допустим, свободные профессии, чтобы человек мог днем поспать несколько раз, чтобы у него не было опасности падения, то есть с механизмами осторожно работать. Но, в общем-то, при должном наблюдении медицинском и создании, скажем так, социального окружения должного этого человека можно сделать практически полноценным членом общества. Ваш ребенок готовится пойти в этом году в школу. Первый раз в первый класс. А вы, родители, уверены, что ваш малыш готов к школе? Мы имеем в виду не его умение читать и писать. Мы хотим напомнить вам о здоровье ребенка. Степень готовности детей в школе определяет, учитывая состояние здоровья, острую заболеваемость за предшествующий год и уровень биологического развития. Если у вашего ребенка имеются хронические заболевания или за последний год он перенес тяжелую болезнь или просто часто болеет, отдавать его в школу 6 лет не рекомендуется. Таким деткам педиатры и врачи-специалисты должны назначить комплекс лечебных и оздоровительных мероприятий. Уровень биологического развития ребенка определяется по его биологическому возрасту. Что это такое? В медицине существует понятие паспортный и биологический возраст. Что такое паспортный возраст понятно, а биологический возраст это степень зрелости организма. Часто эти два показателя не совпадают. Например, ваш 6-летний ребенок может быть на уровне развития 5-летнего ребенка и даже 4-летнего по зрелости организма и в том числе мозга. Такое отставание биологического возраста является существенным препятствием для обучения в школе. А значит ему будет трудно усваивать школьную программу. Он будет очень уставать на уроках и как следствие часто болеть. Причины отставания ребенка в биологическом развитии могут стать часто и длительные тяжело протекающие заболевания, особенно в раннем возрасте. Систематические грубые нарушения режима сна и питания. По биологическому возрасту чаще всего отстают дети недоношенные, а также дети перенесшие родовую травму. Как правило, такие дети ниже ростом своих сверстников. За год перед школой они вырастают меньше, чем на 4 сантиметра. И у них еще не сменились молочные зубки на постоянные. Сейчас у нас очень модным стало определять свой биологический возраст. Особенно этим увлекаются женщины. Выполнив несколько простейших тестов и журналов, они с гордостью говорят «Я моложе своего возраста на 5 лет». Но, как видите, определение биологического возраста не менее важно и для наших детей, особенно перед поступлением в школу. Здравствуйте! Мы продолжаем наш физкульт-просвет. Мы вам предлагаем небольшой комплекс упражнений на то, чтобы почувствовать себя лучше, не сходя со своего рабочего места. Для чего нам это надо? Надо нам это прежде всего для того, чтобы у нас было поменьше стрессов, поменьше болела голова, чтобы мы чувствовали не только напряжение во время работы, но и наша работа доставляла нам удовольствие. Исходное положение уже сидя на стуле, потянулись с макушечкой к потолку, почувствовали свои мышцы, расправили плечики, соединили лопатки. Для следующего упражнения нам необходимо повернуть голову налево, посмотреть, что у нас находится на спине, направо и с большим усилием посмотреть на спинку стула с левой стороны и с правой стороны. Следующее упражнение у нас направлено на работу наших пальцев. Так как у нас руки задействованы очень много в сидячей работе, поэтому самое простое движение сгибания, разгибания пальцев. Почувствовали каждый свой пальчик от большого до мизинчика. Выполняем это упражнение от 5 до 10 раз. Замечательно! Разминаем плечевые суставы, потянули ладони к плечам, выпрямили руки, еще раз потянули ладони к плечам, выпрямили руки и еще разок потянули. Замечательно! Опустили руки. Следующее упражнение коснуться спинки стула за спиной из исходного положения. И выполняем это упражнение несколько раз. Один раз выполнили, спинку выпрямили, второй раз и третий раз. Достаточно! Следующее упражнение боковые подъемы предмета. Наклонились направо, подняли бумажечку с пола, слева. Замечательно! При этом мы наклоняем корпус только в сторону. Никаких колебательных движений. Для того, чтобы у нас с вами поработали немножко ноги из исходного положения, придерживаясь за края стула, выпрямляем левую ногу в коленном суставе. В исходное положение вернули правую ногу в коленном суставе. Замечательно! И еще раз левую ногу в коленном суставе и правую ногу в коленном суставе. И усложняем это упражнение. Выпрямили ногу и потянули носочек на себя левой ноги от себя. Еще раз на себя от себя. Вернули ногу в исходное положение. Положение. Следующую ногу. На себя носочек. От себя. На себя. От себя. И заключительный раз. На себя. От себя. Замечательно. И восстановление. Сделали полный вдох. Потянулись макушечкой вверх. Выдох. Расслабили плечи и позвоночник. Вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. На этом комплекс офисной гимнастики закончен. Следует продолжение.